Итак, господа, это трех раунды выделить в полулегкой весовой категории представляем оппонентов. И первым спортсменом в синем углу. Ему 21 год, вес 65,8 килограмма, рост 170-80 метров, профессиональный рекорд, 4 победы, одно поражение, базовый стиль ММА. Он представляет республику Кыргызстан в синем углу. Сайдали Азамат! Его соперник в красном углу. Ему 22 года, официальный вес 66,2 килограмма, рост 179 сантиметров, профессиональный рекорд, 5 побед, 2 поражения, базовый стиль рукопашный бой. Он представляет Российскую Федерацию, Чеченскую Республику, город, грозный в красном углу, имам Вито-Ханов! Рефери поединка Ашут Ашугям, Россия Анабан. И так, это последний поединок при андеркарда. С мощного кика начинает имам Вито-Ханов. Тут еще удар с развороту. Ну, всю красоту, рукопашный бой начинает с первых же секунд демонстрировать нам представитель Грозного. Попытка перевода от Азамата. И тут же на удушающий прием берет Айман Вито-Ханов, затравил ноги очень быстро. Вроде бы не самый плотный сбок был. Такой сегодня день гильотины, да. Казалось бы, не самый плотный, но оказалось... Ну, все получилось. В общем-то, особенно и прокомментировать ничего не успели. Но такое бывает, это бои. Сама Мастера Победы рискует на это звание... Рискует получить бонус. Бонус. Если бы такое еще существовало в Лиге, возможно, введут. А это, кстати, воспитанник. Ну, за досрочное завершение, наверняка. Воспитанник. Воспитанник братьев Джанаевых, Расул, Абдурахмана. Которых мы с удовольствием поздравляем, соответственно, с победой ученика. И, как я понимаю, уже второй к ряду. Да-да. Ну, и очень здорово, рукопашный бой в этом зале развит. Где занимается Иван Витаханов. ...искурс ПН-90 с 25 секунд удушающим приемом. Поверный жал боец из России. Иван Витаханов. Грозный в чеченской избирке.